Глава ХИМАК Дмитрий Волошин встретился с жителями жилого комплекса «Маяк». Вместе с заместителями и представителями профильных служб осмотрели территорию, обсудили благоустройство и другие вопросы. Одна из жительниц «Маяка» Наталья Поправка попросила помочь в озеленении их территории. Еще один волнующий жителей вопрос – восстановление канализационно-насосной станции. Она регулярно забивалась посторонними предметами, что привело к аварии и подтоплению прилегающей территории. Сейчас работы по устранению последствий продолжаются. В настоящее время принято решение об устройстве приемной камеры с дополнительными решетками для задержки нерастворимых, неразлагаемых материалов. Это как всякие тряпки синтетические, разные волокна и так далее. И с ее устройством будет осуществляться задержка вот этих соцаряемых материалов и насосная станция, насос будет работать в штатном режиме. Чтобы решить проблему, заменили насосы и приступили к монтажу расширительной камеры с фильтрационными сетками. Также специалисты МБУ «Химспас» очистят залив у ЖК «Маяк» и прилегающую к нему территорию. Обход территории продолжили на набережной канала имени Москвы. Она была открыта шесть лет назад. Прогулочная часть длиной в один километр пользуется большой популярностью. Но за это время часть инфраструктуры износилась. По просьбе жителей работы проведут по нескольким направлениям. На некоторых участках набережной требуют ремонта и забор. Вопрос взяли на контроль. Также обсудили благоустройство зоны отдыха. Дополнительно обсудили установку детских площадок, а также собственного причала. Все планы и работы будут реализовывать постепенно. Вы скажите, что вы тут хотите видеть. Давайте здесь какую-то композицию сделаем, что вы хотите. Может быть, тоже нужно поставить парковую мебель, шезлонги. Поговорите с жильцами. Проект благоустройства проработают с учетом пожеланий химчан. Безусловно, это важно для нас, потому что именно такой формат позволяет нам напрямую понимать, без каких-то лишних посторонних людей, что конкретно думает на этот счет сам руководитель нашего города. И хорошо, что он у нас такой отзывчивый. Видно, что человек сам тоже болеет за свой город. Запланированные работы по благоустройству территории завершат до конца летнего сезона. Елена Тараненко, Руслан Сафин, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.